Ради высшего блага, с вами товарищ Атомный, практикующий психолог и психотерапевт со стажем работы более 10 лет и работавший с наиболее выдающимися психологами страны, занимавшийся в том числе вопросами психотравмы и переживания критических событий, связанных с войнами, авариями, катастрофами, потерями близких людей. Также другими вопросами, но другие вопросы более легкие, чем данный спектр. И в данный момент я рассматриваю психологию персонажей во вселенной Half-Life. У меня уже есть несколько видео, где я рассматривал, допустим, психологию Гордона Фримена как представителя ученых комплекса Черной Мессы, психологию Адриана Шепарда как представителя военных и Барни Колхуна как представителя охраны комплекса Черной Мессы. Можете перейти и посмотреть соответствующее видео. Сегодня я коснусь тематики еще одного, фактически главного персонажа вселенной Half-Life. Это Джимен. Наиболее сильный, наиболее загадочный и непонятный для большинства персонаж. Кто он такой, что он из себя представляет и что об нем может рассказать нам психология. Вот, собственно, об этом и пойдет речь. И первым, что я хочу сделать, это развеять миф, очень распространенный миф о том, что Джимен, это как бы из-за того, что Джимен очень похож на Гордон Фримен. Типа, Гордон, если сократить, то получится тоже, можно получить Джимен. И типа, из вот этой подобности существует достаточно распространенная теория о том, что Джимен на самом деле является Фрименом просто в будущем, который уже приобрел какие-то связи, все это и вернулся в прошлое, помогает самому себе. Как бы такая теория. Но она ошибочная. И используя бритву Акама, а также знания в психологии, сейчас я вам объясню почему. Не буду касаться в подробностях психологии Фримена, на это есть отдельный ролик, но некоторые моменты укажу. Ну так, кратко. Мотивацией Фримена является предотвратить последствия резонансного каскада и в то же время спасти максимальное количество людей. Фримен это человек к действиям, который непосредственно выполняет все поручения, вот видите какая-то психология, совсем другая от Джимена. А кто такой Джимен и как действует он? Джимен действует чужими руками. Он сам ничего не делает. Он наблюдает за происходящим. Его никак не тревожит и не беспокоит количество смертей и вообще сам резонансный каскад. Абсолютно спокойный человек и безразличен к чьим-либо смертям и чьим-либо жизням. Мы видим здесь на этом примере, что психологические профили совершенно разные у Гордона Фримена и у Джимена. Потому что Гордон Фримен непосредственно действует и для него человеческие жизни имеют значение. Он старается предотвратить последствия каскада и все его действия направлены именно на это. А Джимен не пытается ничего предотвратить. Более того, вы узнаете много интересного в этом ролике о том, что на самом деле Джимен делал и какие его цели. Ему безразлично количество смертей. Мы видим абсолютную разницу в мировоззрениях этих двух персонажей. И мы переходим к тому, что используя бритву Акама, наиболее простое объяснение, в том числе обоснованная психология, является верным. Джимен это сокращение от Governmentment, то есть человек власти, чиновник, представитель правительства. И Джимен как раз и является представителем правительства. Но не простым. Было бы... Давайте поймем архетип обычного чиновника, даже высокопоставленного, скажем, какого-нибудь министра, как они себя ведут. Эти люди, чиновники, стараются вылезти повыше, получать денег побольше. При этом за все хорошее они стараются всегда нести все поощрения, что все хорошее произошло именно благодаря им. А вот за все плохое кучу бумажечек написать, в которых они не имеют никакого отношения ни к чему плохому. Сами чиновники, даже уровня министров, они стремятся избегать критических ситуаций, каких-либо катастроф. А тем более, если произошла катастрофа в их уверенном объекте, они переживают ужас. И за то, что их карьера прекратилась фактически, многие проблемы стараются прикрыть свой зад, вот как-то убрать весь негатив, который только возможно. Вот так себя ведут чиновники высокого ранга. Например, при Чернобыльской катастрофе мы могли видеть, как советские чиновники себя вели подобным образом. Джимен же, мы видим, чувствует себя абсолютно спокойно. И если в предыдущих видео я рассказывал о психике персонажей до инцидента, во время инцидента и после инцидента, как она менялась, то с Джименом такого не будет. У Джимена психика как до инцидента, как во время, так и после одна и та же. Она не изменяется. И более того, Джимен находится в критической ситуации, но чувствует себя абсолютно спокойно. Для него критические ситуации, взрывы и гибель многих людей ужасающими смертями является вполне обычным явлением и, в принципе, ничего особенного не представляет. Он даже, у него нету никаких ни удивлений, ни шока, ни негатива. Он спокойно себе продолжает разговаривать, говорить разные речи. Более того, в его голосе могут мелькать нотки удовольствия, некоторого наслаждения. Но оно связано не с тем, что там массовые люди умерли. Нет. Это другой архетип. А с тем, что он владеет информацией. Тем, что он вербует людей и некоторые другие вещи. Теперь мы отклонимся от темы Фримена и поговорим немножко о истории психологии и некоторой теории, которая важна для дальнейшего понимания. Значит, в начале 20 века вместе с выдающимся всем известным психологом Зигмундом Фройдом работал другой выдающийся немецкий психолог, чья звезда затмена, конечно, Зигмундом Фройдом, но он внес большой вклад в психологию и в том числе в агитацию западного типа, в агитацию и пропаганду. Я говорю о Карле Юнге, который разрабатывал аналитическую психологию и открыл концепцию архетипов. Что такое архетип? Архетип – это образ человека, персонажа с определенным набором психологических характеристик. Он может отражать как массовые категории людей, так и некоторые идеи и персонажи, которые влияют на большое количество людей. То есть архетипы используются в средствах массовой информации, в работе спецслужб и также в культуре, массовой культуре, в фильмах, книгах, произведениях и компьютерных играх. Примерами архетипов могут быть архетипы, представляющие массовые группы людей. Рабочие, крестьяне, ученые, чиновники, военные, космонавты. Можно перечислять, допустим, враги, предатели. Это все различные архетипы. У каждого сформирован архетипичный образ подобных людей. Есть архетипы более абстрактные, которые не представляют какого-то конкретного человека или группы людей, а представляют важную концепцию для людей. Например, архетип героя. И герой, например, в сказочном мире это какой-нибудь паладин, который рубит дракона, вот такой с мечом вперед выполняет. Если мы возьмем архетип мудреца, то в сказочном мире это волшебник. А если мы перенесем вот эти два архетипа в фантастический какой-то мир или в современность, то архетип мудреца это ученый. А архетип, соответственно, героя это, допустим, некоторый спецназовец во вселенной Half-Life. Таким архетипом выступает Адриан Шепард. Даже не Гордон Фримен, потому что Гордон Фримен там несколько сложнее в ситуации. Я рассказывал это уже ранее, поэтому просто перейдите, посмотрите это видео. Мы же здесь разговариваем о Джимене. И как архетипы используются в массовой культуре. На примере, допустим, тех же, возьмем Мстителей. Типичному архетипичному образу, например, злодея. В, например, виде робота Альтрона, который является таким мерзавцем, хотящим всех уничтожить, вот и считающим, что это он хочет сделать чего-то хорошего. Ну, злодей такой, да. Этому злодею приписываются фразы, которые весьма распространены, как идеи и мысли у большой категории людей. А именно, что Соединенные Штаты являются злом, что они никакого блага никому не несут, и вообще Соединенные Штаты, нужно с ними что-то делать, потому что они несут зло для мира. И этому архетипу злодея приписываются вот такие мысли с той целью, что вот когда герои побеждают злодея, это работает как запугивание людей, которые не согласны с политикой Соединенных Штатов Америки. И также позволяет показать массовой аудитории, что вот эти идеи побеждены, не надо об этом говорить, не стоит об этом думать. Вот таким образом архетипы используются в западной пропаганде. И, конечно, Карл Юнг заложил и основы данной модели. В Half-Life игрушки 1998 года мы еще не видим такой открытой проамериканской агитации. Здесь не было агитационной работы. Но, тем не менее, в произведениях массовой культуры, в том числе играх, тоже используются архетипы. И Джимен является вот подобным архетипом, который представляет собой на самом деле представителей спецслужб Соединенных Штатов Америки, а именно ЦРУ и ФБР. Почему он не просто чиновник? Ну, тут несколько ответов. Во-первых, он себя спокойно чувствует в критических ситуациях, когда идет фактически катастрофа, массовые гибели и смерти. Вот это интересный образ, где на самом деле мы видим, что Джимен расходится на многих людей. Обратите на это внимание, потом скажу подробнее о том, что это значит, почему вот такие странные образы возникают, почему они здесь показаны именно так. Значит, Джимен также окружен ореолом мистики, загадочности и как бы всей информированности, всей власти. Он стоит над всеми, он владеет информацией, и по его речам мы слышим, что он точно знает то, чего не знает никто другой, но об этом не говорит. Это намекает, что я знаю, а вы не знаете. Вот в таком духе. И Джимен действительно владеет той информацией, которую все обычные люди, исполнители не владеют, что характерно для сотрудников спецслужб. Вот этот ореол мистики, он также характерен для сотрудников спецслужб, потому что мало кто про них что знает. Очень много различных догадок, но точных знаний никаких нет. Хотя если люди хотят получить сейчас эра интернета, эра информации, и вы можете в публичном доступе найти, как архивные документы ЦРУ. Очень рекомендую почитать CoinTool Pro, документы, опубликованные по этой программе. А также вы можете найти документы КГБ и увидеть, как работала и одна, и другая спецслужба. Заметить разницу между ними и некоторые общие сходности. Вот. Поэтому это развеет в какой-то мере миф, который могут присутствовать у многих людей о том, чем на самом деле занимаются спецслужбы. Сформированные, допустим, массовой культурой, что они бегают где-то, стреляют в кого-то. Это не совсем так. Вот образ Джимена гораздо более близок к реальной работе спецслужбы. Когда они информированы, они запускают некоторые процессы, смотрят, что происходит, и, собственно, стоят над процессами. Над вот этими всеми мероприятиями. Поговорим о личности Джимена. И начнем с того, что первая его черта – абсолютный цинизм. Джимену безразличны смерти в комплексе Черной Мессы. И в том, что происходит катастрофа. В том, что происходит семидневная война, и человечество стоит на грани выживания. Все время, когда мы встречаем Джимена, у него нету какого-либо разочарования, грусти, вины, либо гнева. Но он спокойно делает то, что делает. Вот эти ужасы и катастрофы на самом деле являются всего лишь частью его работы. Не более, не менее. Он не является каким-то архетипом злодея типа Сатаны. Вот Сатана – это архетип злодея, который показывает темные стороны, и он возник еще со Средневековья. Где, собственно, многие правители имели садистические склонности, наслаждались убийствами, смертями людей. Сатана – он именно такой архетип злодея. Джимен – у него нету никакого наслаждения от смерти людей. Ему безразличны люди. Умирают они или живут, кто выжил, как выжил, кто как погиб. Ему абсолютно без разницы. Он будет абсолютно безразлично смотреть, даже если, скажем, дети-то умирают, или какая-то беременная женщина, которую съедает зомбак. Он не будет никак вмешиваться, потому что ему это не нужно в данном случае. И у него нету никакого... Ему безразлично. Для него люди, в принципе, точно так же, как любой компьютер, мебель или бочка какая-нибудь. Есть бочка полезная, которую можно поставить и забраться куда-то выше. А есть бочки, которые просто стоят и не имеют никакого значения. Вот такое мировоззрение у Джимена. Он циничен. Следующий важный момент, что именно Джимен, который подтверждает его цинизм, что именно Джимен спровоцировал резонансный каскад. Причем он спровоцировал его запланированно, четко зная о последствиях резонансного каскада. Это видно потому, что Джимен действует спокойно. Он заставляет ученых провести эксперимент с новым образцом. Он предоставляет этот образец. И потом абсолютно спокойно наблюдает в различных местах, что же происходит в комплексе, как развивается катастрофа. И ищет других людей, которых можно нанять, вербануть. Для того, чтобы выполнять какие-то дальнейшие свои планы. То есть мы видим, что этот цинизм проявляется в том, что Джимен стал реальным, абсолютно реальным человеком, который именно привел к резонансному каскаду. Если когда мы разговаривали в видео о Фримене, мы говорили о том, что ученые испытывают чувство вины, считают себя виноватыми, как собственно и сам Гордон Фримен, и считают себя, собственно, виновниками этой катастрофы, то мы видим, что настоящим виновником катастрофы является Джимен. Потому что если бы он не заставил ученых проводить этот эксперимент, если бы он не предоставил этот образец, а ученые провели бы эксперимент на любом другом образце, никакой бы катастрофы и семидневной войны не было. И мы видим, что в данном случае он не испытывает никакого чувства вины, понимая, что именно он создал всю эту ситуацию и всю эту катастрофу. Это характерные черты сотрудников спецслужб. Не только Соединенных Штатов Америки, но и Российской Федерации, ФСБ, Китайской, Европейской любой службы. Поэтому много подобных спецслужб. Это характерные черты многих спецслужбистов. Абсолютный цинизм и безразличие к последствиям. Мы видим исторические примеры того, как ЦРУ спонсировало, например, тех же диктаторов, которые уничтожали демократически выбранную власть, например, как это было в Чили. Когда они спонсировали и поддерживали абсолютных коронцепционеров и бандитов, уничтожающих собственную страну, как это было во Вьетнаме. Когда они специально провоцировали убийство настоящих героев и даже обвиняли, старались обвинить реальных героев в каких-то черных делах, которых не было. Например, вспомним ситуацию с Томасом Санкарой. Поэтому мы видим, что методы, которые используют спецслужбисты и ЦРУшники, они самые циничные и абсолютно последствия их и количество пострадавших людей, в том числе невинных, безразличны для спецслужбистов. И это не в том, что они хотят именно причинить вреда, кого-то там уничтожить. Нет. Просто поставлена такая задача, они выполняют эту задачу. Это сходность многих спецслужбистов, они являются в какой-то мере чиновниками и выполняют поставленную задачу. И отличие чиновников, чиновник не хочет никаких катастроф делать, а для спецслужбистов создание катастроф и критических ситуаций – это обыденная работа. Теперь мы поговорим о такой черте, как сарказм и насмешки Джиммана над ценностями героев событий Half-Life и его вселенной, а также игроков. Джиммен насмехается над теми ценностями, как человеческие жизни, свобода слова, свобода воли. И это выражается в поступках Джиммана. Например, в конце первой части Half-Life, когда Гордона Фримен убивает Нихеланта и фактически предотвращает резонансный каскад, Джиммен предлагает Гордону Фримену два варианта – либо умереть, либо работать на него. Вот в данный момент Джиммен цинично демонстрирует Адриану Шепарду, демонстративно запускает на виду Адриана Шепарда ядерную бомбу, показывая тем самым герою, что ничего он не сделал, и все его героические поступки пошли на смарку. А потом пытается вербануть Шепарда, и на самом деле это ошибка Джиммана. Большая ошибка, которая приведет к тому, что Шепард, конечно, не будет сотрудничать с Джимменом и откажется. Если Гордон Фримен соглашается сотрудничать, то Шепард никоим образом не может согласиться из-за своего особенности психологии и портрета личности. Подробности в видео о Шепарде. Поэтому Шепард выбирает, собственно, отказаться от сотрудничества и далее будет принимать участие в Семичасовой войне, где земляне проиграют и, собственно, Шепард погибнет. Поэтому он и не появится никогда ни в каких других частях, потому что это бы противоречило самой психике Шепарда. Продолжаем дальше. То есть мы видим, как Джиммана целенаправленно демонстрирует игрокам и героям насмешливое отношение к каким-либо ценностям современных людей. Типа вот есть демократия, свобода выборов, ты выбираешь то, что ты хочешь. Джимман не предоставляет фактически выбора, а тот выбор является тем, чего ты не хочешь. В любом случае. То есть потому что нету выбора. Ты можешь работать над Джиммана для того, чтобы делать другое зло, или ты можешь умереть. Никто не хочет ни одного, ни второго выбирать. А Джимман предоставляет именно такие варианты. И он наслаждается тем, что героям приходится выбирать то, чего они не хотят и подчиняться воле Джиммана. Это типичная черта, которая тоже свойственна сотрудникам ЦРУ. И эта же черта привела к проблемам с Шепардом. Дело в том, что Джимман, он манипулятивный человек, спецслужбисты имеют знания психологии и умеют воздействовать и работать с людьми. И допустим, мы увидим, как он работает, Джимман, по-разному с различными людьми, которых он вербует. В первой части мы можем увидеть в начале, как Джимман разговаривает с учеными и профессурой, где он успокаивает ученых, говорит, что возьмет ответственность на себя, что, собственно, приказали проводить эксперимент, и, собственно, если они не будут проводить, то могут даже уволить. То есть он давит на ученых, воздействует психологически таким образом, чтобы рискованный эксперимент ученые согласились проводить, снимая с них всю ответственность и прочие вещи. И в начале первой части агентами, которые работают на Джиммана, являются ряд ученых, а именно Вэнс, Кляйнер, Брин. По ходу завершения первой части Джимман вербует свои агенты, в том числе и Гордона Фримена, а потом Адриана Шепарда. Если мы посмотрим уже последнюю часть Half-Life, именно Алекс, то мы увидим, что Джимман себя ведет совершенно иначе. Он начинает рассказывать о любви к родственникам, о том, как бедный отец, допустим, страдает. То есть даже эту самую пытается демонстрировать, сочувствие. У него, конечно, не получается, ввиду того, что у него нет никакого сочувствия. Но демонстрировать он это пытается и делает это для того, чтобы сманипулировать Алекс. Потому что это у Алекс, женская психология, для нее имеют значение ее родственники, отец, собственно, забота о близких, доброта, вот так понимается женщинами. И в данный момент, когда ему нужно вербануть Алекс, он начинает демонстрировать вот эти черты, которые, конечно, на самом деле являются просто притворцем и ложью. Если мы увидим те ситуации, где Джимон общается с Гордоном Фрименом и вербует Гордона, то Джимон начинает нахваливать Фримена, в том плане, что Фримен достиг выдающихся результатов, что те, кто нанял Джимона, довольны тем, как действовал Фримен, что Фримен заслужил свой костюм. И многие другие вещи, которые резонируют с реальной психикой Гордона Фримена. Потому что Гордон Фримен это выдающийся ученый, именно благодаря своим выдающимся достижениям он и один из самых молодых в комплексе черной мессы. И, собственно, наиболее перспективный из большинства ученых, которые там есть. И Джимон для вербовки Фримена использует вот эти все особенности. То есть задевание самолюбия Джимона, на то, что он молодец, то, что на него кто-то обратил внимание. То есть Джимон создает вот такие вот вещи. На самом деле неизвестно даже, обратил кто-нибудь внимание на Фримена или нет. Все это, скорее всего, просто манипуляция Джимона на Гордона Фримена. Чтобы Гордон Фримен стал работать на Джимона. И точно так же Джимон рассказывает про то, что есть какие-то события, что нужно предотвратить другие ситуации. Используя вину Фримена. И желание Фримена сделать что-то во благо. То есть вроде как разрушить, уничтожить планы злодеев. Но это разрушение во благо. По крайней мере так думает Фримен. Джимон же знает, что на самом деле все совершенно иначе. И он использует всех персонажей в своих собственных целях. Вот. Поэтому вот такая манипулятивная сущность Джимона. Которая тоже свойственна сотрудникам спецслужбы в реальности. Использовать всех, всегда обманывать. И никогда не знаешь, где сотрудник говорит что-то искреннее с ЦРУшника. Где он обманывает. Потому что отличить одно от другого практически невозможно. Требуются очень глубокие знания психологии, чтобы уметь отличать одно от другого. Теперь мы поговорим о других чертах, которые свойственны представителям спецслужб. И в том числе Джимону. Паранойя. Дело в том, что каждая категория людей, работающая в своей сфере, имеет профессиональные искажения. Допустим, медики имеют профессиональные искажения, связанные с тем, что они видят страдания людей. Что многие лекарства, которые они стараются сделать, часто не помогают. Медиков зачастую формируется такое мировоззрение, что любая помощь тщетна. Максимум, что возможно, это лишь отсрочить, собственно, неминуемую смерть. И подобные другие вещи. Поэтому они не особо там заботятся о своем здоровье. Потому что любая мелочь может скосить все их труды. Много они подобных ситуаций повидали. Например, у сотрудников МВД формируется подозрительность ко всем. Формируется к тому, что каждый виновен, просто чья-то вина не доказана. Что все на самом деле преступники. Из-за того, что они в основном работают именно с преступниками. И встречаются с такими ситуациями, где люди, которые кажутся абсолютными ангелами, ничего не совершавшими. Вдруг оказывается, что они являются какими-то реальными матерыми преступниками. Хотя снаружи казалось, что это просто милая мать с тремя детьми, домоседка. А вдруг оказывается, что она торговала наркотиками, например. Или органами, собственно, своих детей. Такие ужасные вещи открываются многим сотрудникам МВД. Из-за этого у них формируется искаженное мировоззрение, что все люди на самом деле бандиты. И то же самое многие сотрудники МВД начинают перенимать части психики и манеры поведения бандитов. С теми людьми, с которыми они в основном работают. У сотрудников спецслужбы формируется паранойя. Это профессиональное искажение, так как они привыкли заниматься теми делами, которые официально выставляются как чистое случайное событие. Как работа каких-либо бандитов, отдельных коррупционеров, а не на самом деле деятельность спецслужб. То есть, допустим, какая-нибудь революция, которая происходит. Всем кажется, что это народ поднялся, это какое-то массовое волнение. Люди считают, что спецслужбы при всех этих событиях не работают. У сотрудников спецслужб формируется другая искаженная картинка о том, что на самом деле во всех революциях, во всех каких-то таких событиях виноваты другие спецслужбы. Что это произошло не просто так, что не было никакого собственной воли, а просто какая-то другая спецслужба сработала. Они в этом убеждены, потому что они сталкиваются с тем, что часть подобных мероприятий организовали сами. Или способствовали их развитию. Из этого они подозревают во всех фактических событиях, которые видят, что на самом деле это ручит их спецслужб. Также у них сформировано недоверие и подозрительность друг к другу, к другим сотрудникам. Что это могут быть двойные шпионы, что кто-то может слить информацию, никому нельзя доверять. Вот подобным образом. Поэтому достаточно много сотрудников спецслужбы не доверяют никому, в том числе самым близким людям, родным, манипулируют родными, используют их в своих собственных эгоистических корыстных целях. И оправдывают это достаточно высокими мотивами. Поэтому мы видим еще интересную такую черту, как паранойя. Точно так же и Джимон, как представитель спецслужб, у него она есть. Хотя мы вроде и не видим, чтобы он кого-то в чем-то подозревал, рассказывал. Но он никому не доверяет. И это одна из черт паранойи. Абсолютное недоверие. Он не говорит никакой информации. Он говорит, что он владеет какой-то информацией, но подробности не рассказывает. Не рассказывает, зачем и что делать. Все максимально скрыть. Вот это такая черта. И конечно же, если говорить непосредственно о Джимоне, как о персонаже, то у него более легкая степень. Есть разные степени психических расстройств. Может тяжелая форма паранойи. А у Джимона в принципе легкая форма. Но она присутствует. Теперь мы поговорим о таких вещах, как иллюзия всесильности Джимона и также его отношения в семье. Да, интересно. То есть из Джимона, такого загадочного персонажа, оказывается по его одежде, по его манерам, можно понять, какие отношения у него возникают в семье и у многих спецслужбистов. Наиболее характерны две ситуации для сотрудников спецслужбы. Первая, это когда сотрудник спецслужбы строит отношения с своим завербованным женщиной-агентом или другой сотрудницей спецслужбы. Получается такая семья двух сотрудников спецслужб, которые знают, что они делают, имеют единую подготовку, стандарты и живут вот так вот вместе. Это один вариант, менее распространенный. Наиболее распространенный другой вариант, который как раз характерен Джимон. А именно, дело в том, что большинство сотрудников спецслужб очень консервативны. Они, вот если мы говорим про демократию, да, и многие правительства и высшие чиновники регулярно меняются. То есть новые выборы, новый президент, кабинет министров, в том же самом депутаты совершенно другие избираются или сенаторы. Вот, то есть это представительная власть меняется и меняет свою политику. Но, дело в том, что поменять всех чиновников невозможно и, соответственно, сотрудников спецслужб при приходе новой власти тоже невозможно никаким образом заменить всех. Поэтому большинство сотрудников спецслужб остаются на своих постах. А это приводит к тому, что их мышление, их взгляды остаются и продолжают действовать даже при смене любой власти. То есть власть временна, а спецслужбы постоянны. Из-за этого возникает консерватизм в решении политических вопросов и отношениях между государствами. Например, в Российской Федерации к власти пришел фактически открыто сотрудник спецслужб Владимир Путин, который принес с собой ментальность спецслужб. Поскольку почти век в Советском Союзе воспитывали в духе того, что главным врагом являются Соединенные Штаты Америки, то по умолчанию, по вот такому консервативному мышлению сотрудники спецслужбы будут продолжать видеть основного врага именно в Соединенных Штатах Америки в Российской Федерации. В своем очереди сотрудники спецслужб ЦРУ американских, по тому, что их тренировали и воспитывали около столетия в том духе, что врагами является Советский Союз, даже несмотря на то, что Советского Союза нету, собственно, здесь абсолютно изменилась ситуация, здесь уже какая-никакая демократия, допускай воровская, но тем не менее демократия и другие условия, ЦРУшники продолжают воспринимать все территории постсоветского пространства как своих врагов, которых необходимо уничтожить. И неважно, как вы будете менять, как вы будете любить демократию или капитализм, для сотрудников ЦРУ вы будете продолжать оставаться врагами. Точно так же, как для ФСБшников американцы в целом, как народ, и все США тоже будут оставаться врагами еще длительное время. Хотя на самом деле возникли уже совершенно другие угрозы и давно уже заняли свое место спецслужбы, допустим, Китая, Европейского Союза, того же Израиля, который очень сильно влияет на многие события в мире. Но для ФСБ и для ЦРУ противниками остаются, вот они друг друга ненавидят больше всего. Именно из-за вот этой консерватизма и воспитания большинства спецслужбистов в течение столетия того, что для Соединенных Штатов главный враг Российская Федерация, собственно, русские как наследники Советского Союза, а для ФСБ врагом являются сотрудники ЦРУ и, собственно, американцы, колонисты США. Это продолжается до сих пор. Этот же консерватизм проявляется и в семейной жизни. И мы видим, например, на примере Владимира Путина, что он выступает за такие классические, даже несколько шовинистические отношения, где жена стоит за мужем, должна ему полностью подчиняться и вот в таком духе создавать семьи. Точно так же и Джимону он создает семью на основе примеров из 50-х, 60-х годов. То есть, если мы увидим классические кино и семьи из 50-х, 60-х годов в США, то именно такую семью имеет Джимон и ему это нравится. То есть, его жена это не очень-то умная, скажем, в лучшем случае среднего ума женщина, домохозяйка, которая хранительница домашнего очага, убрать посуду, помыть, приготовить, покушать, посмотреть за детьми, приготовить их в школу. Вот какая жена у Джимона. И у него царит именно в семье атмосфера вот этих 50-х годов. А если у Джимона есть, допустим, парни или дочки, то он будет негативно относиться к вопросам их отношений, свиданий с противоположным полом, скажем, в 14 лет. Потому что с точки зрения Джимона это слишком рано. Он старается поддерживать вот эту философию и ценности семьи 50-х годов, что очень устарело. Конечно же, критически важно вообще никак не воспринимать может, допустим, бисексуальность, гомосексуальность. Это просто супер жесть, которую Джимон никоим образом не допустит в своей семье и, конечно, будет бороться с этим самым яростным способом. А у него яростные способы есть. Кроме того, вся его семья полностью подчинена ему. Он знает, где, что каждый делает. Абсолютно информирован в этом. Потому что, собственно, владеть информацией и понимать, кто что делает, это часть его работы. И часть того, чего тренировали Джимона и многих сотрудников спецслужб, в том числе ЦРУ. И мы видим одежду, в которой одевается Джимон. То есть это классический костюм, классический, собственно, чемодан. Характерные черты для людей, которые разделяют вот такие ценности 50-х годов. Поэтому, несмотря на то, что он спецслужбист и владеет самой свежей информацией, на самом деле он очень-очень консервативен. И большинство спецслужбистов именно такие. Вы можете найти и почитать документы, например, в том числе КГБ, как оно боролось против этих самых фанатов джаза. А также студентов с более свободными взглядами, которые оргии устраивали во времена Советского Союза. И, собственно, проводили с ними беседы. Это есть документы такие, интересно было читать. Даже, знаете, возник образ порнофильма, где сотрудник КГБ на камеру стоит за углом, снимает какую-нибудь оргию студенческую, как в многих порнографических фильмах показано. И при этом сам передергивает за углом. Есть такие документы, где они следили, смотрели. И вместо того, чтобы ловить настоящих шпионов, они занимались такой ерундой и направляли на правильный моральный путь, так называемый. Вот этих студентов, хотя на самом деле это лишняя трата времени, но для спецслужбы это имеет очень большое значение. Вот это моральный облик, стоять за вот эти консервативные ценности. И они реально этим занимаются. Они реально ведут пропаганду в этом направлении. И если вы интересуетесь, зайдите в архивы, посмотрите, поинтересуйтесь такими вопросами. То есть, казалось бы, зачем это спецслужбам, но они занимаются вот такими вопросами в том числе. Теперь мы перейдем к важной теме о всесильности спецслужбы и конкретно того же мифа, который показан в Half-Life. То есть мы видим, что Джимон, он находится над этой ситуацией, катастрофой. Его никак, никакие монстры его не пытаются съесть. Он просто проходит, смотрит за всем, наблюдает и видит, как происходит катастрофа, которую, собственно, сам Джимон и начал. И таким образом возникает ощущение всесильности спецслужбы. И на самом деле того, что они неуязвимы, все знают и, собственно, управляют вселенной. Это ошибочная иллюзорная вещь, которая несколько раз разрушается в самом Half-Life. Например, когда Вартигоны, фактически, это образ интересный достаточно, отдельно разберем их. Но мы видим случай, где Вартигоны блокируют возможность Джимона продолжать свои планы. Это происходит, по-моему, в первом эпизоде, где Джимон возвращается к Гордону Фримену и собирается ему давать дальнейшие какие-то указания. А тут появляются Вартигоны и блокируют какую-либо деятельность. Джимону это не нравится. Это, кстати, редкий случай, когда Джимон проявляет эмоции. Именно ему не нравится то, что его планы нарушены, то, что он ничего не может с этим поделать. И приходится ему придумывать какие-то новые решения. То есть мы видим, как на самом деле, собственно, рядовые члены, можно сказать, инопланетной цивилизации заблокировали деятельность всесущего, вездесущего, абсолютно информированного и всесильного существа. Это говорит о том, что спецслужбы на самом деле ограничены. Кроме того, ошибка с вербовкой Шепарда, когда Джимон при Шепарде, собственно, ради сарказма своего и показания, что Шепарда ничего не значили, включил заново атомную бомбу, тем самым отрезал себе любые возможности как-либо сотрудничать с Шепардом. И Шепард бы отказался в любом случае сотрудничать с подобной сволочью, которая активировала атомную бомбу и, собственно, обрекла на смерть многих ученых и коллег Шепарда. Поэтому он не сотрудничал бы никоим образом. И мы видим, что в данном случае Джимон допустил ошибку. Вот такой момент еще интересный. На самом деле у многих, в том числе спецслужбистов, возникает такая иллюзия, что они всесильны, что они способны влиять на все. И единственные, кто могут помешать, это другие спецслужбы. А все какие-либо другие события, они происходят только по велению либо их, либо других спецслужб. Но, тем не менее, на самом деле есть много ситуаций, которые происходят по, как бы, их СС-исполнитель по причинам других людей. Никаких спецслужб не имеют к этому отношения. Вот, например, характерная такая черта была, это скандал в 90-х годах с одним из президентов США, Биллом Клинтоном, где его секретарша, можно даже назвать ее секретуткой, осознательно долгое время была любовницей Клинтона, спала с ним, выполняла все желания, а потом, когда захотела получить деньги и славу некоторую, она начала вот этот скандал и конфликт. С точки зрения, конечно же, большинства спецслужбистов, это какая-то спецоперация, точно были замешаны другие спецслужбы, возможно, допустим, бывший Советский Союз или Китай. Но на самом деле эта ситуация с Моникой Левинской является, конечно, случайностью и эксцессом исполнителя, она преследовала свои собственные цели, ей абсолютно без разницы были какие-либо политические игры. Понять это можно из психологии, из того, зачем это было сделано, для чего, какие последствия были для Моники Левинской и, собственно, другие подробности. Поэтому много событий в жизни происходит по случайности. Допустим, тоже катастрофа на Фукусиме. Никакая служба их не запланировала и пыталась провести. А в результате, собственно, цунами, потом произошла техногимная катастрофа и разрушение. Вот таким-то образом. Поэтому еще один пример катастрофы, которая много чего произвела, но которая была совершенно не запланирована. Можем приводить и другие примеры, но я думаю, двух пока будет вполне достаточно. Кстати, есть интересные примеры внутри Half-Life, где была катастрофа, которая произошла не запланированно, а именно это вселенная Portal. Мы увидим, что в Portal на самом деле нету никакого Джимена, и он там почему-то не появляется. Хотя на самом деле Aperture Science, это конкурирующая фирма с черной месой, она также работает на правительстве, и там тоже должны присутствовать сотрудники ЦРУ. Но почему-то нет. С одной стороны, их нету, потому что, собственно, там произошла катастрофа техногена, и все люди погибли. Но мы могли бы, например, увидеть труп Джимена. Но его убрали с того, что это разрушает вот эту неуязвимость Джимена, и с того, чтобы многие не поняли бы, как это таким образом, что в портале мы видим Джимена мертвым, а в играх вселенной Half-Life, где он дальше действует, он вдруг живой. Это, тем не менее, имело бы реальное место, быть и такое возможно в реальности, потому что Джимен не является конкретным персонажем, он является архетипом, представляющим целую группу персонажей. Мы приходим к важному вопросу. Даже немножко отложим его, продолжим про случайность, а потом перейдем к этому интересному вопросу. По Джимену. Значит, мы видим, что в Apperture Science произошла катастрофа, и там нету Джимена. Более того, весь этот комплекс запущенный, и там больше нету никаких людей. И мы видим, что спецслужбы не владеют информацией, что происходит в комплексе, и когда, собственно, Фримен найдет, Бориалис найдет вот эту портальную пушку, которая повлияет в дальнейшем на сюжет. Спецслужбы не могут ожидать вот этого, и не могут этого предсказать. Это то событие, которое произошло случайно. Спецслужбы никак на него не влияли, и потеряли любой контроль над комплексом Apperture Science. К сожалению, фанаты, которые придумали портал Прелюды, дополнение, которое рассказывает про историю до распыления токсинов, когда, собственно, искусственный интеллект поехал кукухой и начал убивать всех людей, они не поместили нигде там Джимена. Хотя на самом деле он должен был присутствовать до всех этих событий, до всей этой катастрофы в Apperture Science. И в Apperture Science катастрофа действительно произошла случайно. Мы переходим к той ужасающему осознанию, что вся катастрофа в Черной Мезе и Half-Life на самом деле заранее спланированная и желательная катастрофа. И она никакая не случайная. Джимен ее организовал. Он знал, к чему она приведет. Он знал, какие будут последствия. Он желал их происхождения. Таким образом, катастрофа в комплексе Черной Мессы это спланированная акция. Хотя большинство игроков до сих пор убеждены, что это всего лишь случайность. И Джимен является злодеем, который организовал всю эту катастрофу. А теперь мы вернемся к важной теме по поводу того, что Джимен это не один персонаж. Мы подобный прием уже видели в Голливуде, в других фильмах, например, «Матрица», где был некий агент Смит, тоже в пиджаке, но еще в дополнительных модных черных очках, с галстуком. Там даже было в том числе с кейсом. И на самом деле мы видели много этих же агентов Смитов, фактически тысячи, но все это были разные люди. Таким образом, это художественный прием, который показывал, что все сотрудники спецслужб ЦРУ и ФБР, они одинаковые. У них абсолютно одинаковые ценности, взгляды и действуют они вроде как в костюмах, но на самом деле абсолютно одинаковые. Вот в чем суть этого приема. Он, в принципе, использован. «Матрица», по-моему, она вышла где-то рядом с 98-ми годами, собственно, когда Half-Life разрабатывался. Ну, люди додумались до схожих примеров. И поэтому Джимен, несмотря на то, что мы его видим в многих разных местах, и нам кажется, что он везде и всесилен, на самом деле это множество персонажей. Это множество сотрудников спецслужб, которые находятся по комплексу в разных местах. И у нас, из-за того, что все они похожи друг на друга, создается иллюзия того, что Джимен везде, что он всесилен, что он владеет некоторой дополнительной информацией и может влиять на события и быть в многих местах одновременно. Нет, ребята, это все разные сотрудники спецслужб. И мы приходим к новой категории сотрудников, которые присутствовали при инциденте в Черной Мессе, наблюдали за этим инцидентом и фактически смотрели, сравнивали, так ли проходит катастрофа, как было изначально запланировано. А именно представителей спецслужб в достаточно большом количестве. Мы видим как минимум 10 сотрудников спецслужб в различных местах, наблюдающих за Гордоном Фрименом и за всей этой катастрофой. И мы видим, как Джимен и все сотрудники спецслужбы были причастны к очень ужасным событиям в вселенной Half-Life. Стоит сказать, что в реальности подобные спецслужбы занимаются государственными переворотами, революциями, в том числе организацией предательств и войн, приводят к власти маньяков, воров, коррупционеров, грабителей, могут даже нацистов, если им в данный момент это выгодно, радикальных фанатиков, как, например, талибов в Афганистане. Если им это выгодно. Когда невыгодно, они делают из талибов врагов и нападают на тех, кого создали сами. Вот такая вот циничная работа. В постсоветском пространстве, вы удивитесь, но большинство бандитов организованной преступности, мафии, коррупционеров, они возглавляются и курируются сотрудниками спецслужб. И мы приходим к интересному такому варианту, что несмотря на то, что официальные документы указывают на то, что спецслужбы созданы для целей защиты Родины, государства, людей в том числе, они уже давно ушли от этой функции, превратились в абсолютных циников, которые отстаивают свои собственные интересы. Вот, кстати, вот этот момент, где Джиман не смог действовать далее, то есть его способности стали ограниченными, и ему приходится менять планы, действовать как-то иначе. Где ему противостоять непосредственно вартигоны. Интересный такой момент был, показывать, что всесильная Джимана это всего лишь иллюзия. Вот, так вот, стоят за мафией, бандитами и отстаивают свои собственные интересы. Из-за всего вот этого цинизма и тех мероприятий, в которых участвует большинство сотрудников спецслужб, они понимают, что им стоит отстаивать свои собственные интересы и использовать всю вот эту грязь и фигню в первую очередь в своих личных интересах, а потом для делания коньеры и потом уже для каких-то высших чинов, которым они служат. Либо по личной выгоде, либо так называемой ради страны и родины. Но, если мы посмотрим за деятельностью большинства спецслужб, то именно они являются главными источниками, которые постепенно разрушают собственные страны. В том числе и в Соединенных Штатах Америки. Поскольку именно спецслужбисты организовывают многие митинги, марши, недоверие к президенту и прочие спецоперации, которые расшатывают ситуацию внутри собственной страны. В Российской Федерации, разумеется, все вот эти операции, по которым спецслужбисты поддерживают коррупционеров, бандитов, крышуют их и защищают, конечно же, это способствует повышению недовольства населения, понижению стабильности и усилению критической ситуации и проблем в государстве. Точно так же, если мы рассмотрим пример Украины, где сотрудники спецслужб пытаются обвинить в госизмене любых людей с не той точкой зрения, и поддерживают тех же нацистов и бандитов у себя в стране, защищая их и тем самым отталкивая от себя и от хорошего отношения к государству многих нормальных украинцев. На самом деле, в современном мире, наверное, глобальным таким объединенным злом являются сотрудники различных спецслужб, которые знают, как манипулировать, люди не знают, многие приемы, внедряются в различные политические организации, управляют ими и используют их. Поговорим пару слов о вербовке, как работал Джимон, мы уже затрагивали этот несколько вопрос, несколько раз этот вопрос о том, что Джимон вербовал в начале сотрудников комплекса Черного Мессы, это был Алекс, это был Илай Вэнс, это был Кляйнер. Под конец событий Half-Life Джимон замечает Гордона и его способность влиять на ситуацию, и, соответственно, тоже вербует. А также в последней части мы видим, как Джимон вербует Алекс Вэнс. Вот это интересный момент, мы видим, как Джимон разошелся и его стало много. Это еще один момент, который говорит о том, что Джимон это не один персонаж, это множество персонажей, которые похожи друг на друга, это сотрудники спецслужб. Вот такая отсылочка. Интересный момент по поводу вручения кейса, но об этом поговорим несколько позже. Значит, многие политические силы, стараясь изменить мир к лучшему, действуя открыто, на самом деле в современности обречены на поражение. Если кто-то читал древнюю философию китайскую, например, искусство войны Суньцзы, там есть такие фразы, что если ты не знаешь себя и не знаешь врага, ты всегда проиграешь. Если ты знаешь себя, но не знаешь врага, ты сможешь победить только в половине случаев. Вот этот кейс. Бросают интересный момент такой. Если же ты знаешь и себя, и врага, в большинстве случаев ты победишь. И поскольку многие политические организации не имеют представления, как работают спецслужбы, какие у них методики, и каким образом они воздействуют на те или иные процессы, то политические организации как партии не способны никаким образом противостоять спецслужбам. А вот спецслужбы как раз понимают, как работают партии, имеют своих агентов внутри большинства, почти всех партий. И поэтому используют все партии в своих личных целях. Вот как это работает. Поэтому, понимая, как работают сотрудники спецслужб, вы приобретаете большую силу и власть. Я думаю, вы этого не ожидали и не рассчитывали, просматривая такое видео. Но оно вот так вот происходит. И когда вы сматриваетесь врага, в том числе в Джимона, вот эта передача кейса, это очень интересный момент. Это тот момент, когда вы становитесь сотрудником спецслужбы. То есть, сам портфель это символ того, чем занимается спецслужба. Символ той информации и тех методик, которые используют спецслужбы США, сотрудники ЦРУ, для своей деятельности. И когда мы видим передачу кейса, это образ того, как вы становитесь сотрудником спецслужб. Фактически главный герой. Алекс Венс. Скорее всего, она превращается из простой такой главной героини, которая была всего лишь агентом и завербована Джимоном. Со временем, вероятнее всего, она становится сама аналогом Джимона. Работницей вот таких вот спецслужб со специальными возможностями и эффектами. Вот такая интересная теория. Очень интересно ваше мнение по этому поводу. Высказываетесь. Даже если ваше мнение отличается. Интересно его выслушать. Вы можете говорить о том, что вам нравится красный цвет, когда мне, допустим, нравится желтый цвет и обосновать, почему вам нравится этот цвет. Но не надо оскорблять любого человека, что ты смотришь желтый цвет, что он тебе вдруг нравится, ты такой-сякой. Поэтому вы имеете право на свое мнение высказывать. Я даже с интересом почитаю. Мне действительно интересны другие взгляды и мнения. Но без оскорблений. Без в том числе косвенных оскорблений. Тоже не надо такого. Если будут оскорбления, то, соответственно, будет бан. У нас все достаточно строго. В этом плане. Теперь я хочу поговорить, фактически завершая эту тему, о том, что когда вы понимаете, как действует противник, есть большая опасность того, что вы сами станете подобными циниками и мерзавцами, как сотрудники вот этих спецслужб. А именно циничными, расчетливыми, готовыми на любую мерзость организацию любых катастроф, лишь бы выполнять какую-то цель. Где я, собственно, методы оправдываю цель. Это ужасная ситуация и с этим нужно бороться. Вот многие, например, правоохранители также сталкиваются с этой проблемой, когда они постоянно занимаются бандитами и со временем перенимают вначале манеру речи жарганизмы, обороты. А потом даже многие методики начинают действовать таким образом, нарушая законы, нарушая принципы законодательства, то есть вставая ближе к бандитам. И если вы изучаете спецслужбы, то вы можете стать ближе к вот таким вот абсолютным циникам, которые в глубине души являются в своей мере сломанными людьми, потому что для того, чтобы стать подобными циниками, это нужно пережить очень много негативных ситуаций и сломку психики, которую зачастую спецслужбисты тоже проживают. Собственно, вот этот сарказм и издевательство Джимена над людьми, где он демонстрирует Шепарду, например, как он заново включает ядерный заряд, где он дает Фримену выбор либо сдохнуть, либо делать плохие вещи, работая над Джимена. все эти вещи показывают, что Джимен, насмехаясь над людьми, насмехаясь над ценностями демократии, свободы слова и прочих вещей, он ломает людей. А такими вещами занимаются те, кто сами сломан. Это никакое не оправдание, потому что многие люди начинают воспринимать, что вот если есть какие-то причины, допустим, если маньяка били в детстве, допустим, мать, и после этого он начал мстить женщинам, что это каким-то образом его опрантовать. Нет. Это просто те механики, которые работают, и тем не менее он мог сопротивляться, он мог сохранить свою человечность, но он сломался и решил быть сволочью. Поэтому мы никоим образом нету никаких оправданий здесь. Здесь говорит о том, как этот словом происходит и какие психологические процессы происходили у Джимена, чтобы лучше его понять и провести с интересом время, потому что вам интересно послушать многие поднагодные вещи, которые вы не имели представления, поскольку не обладали теми знаниями и психологиями, которые обладаю я. И многого не знали о Джимене. Например, вы никогда не могли догадаться, что у Джимена может быть семья и как эта семья может выглядеть. А психология на самом деле реконструирует этот образ и она может дать ответы на подобные вещи. Это называется психопрофилирование. Но, возвращаясь к тематике вот этой изменения, когда вы прикасаетесь вот к такому цинизму, на самом деле очень важно обращать внимание, что мы отличаемся от вот этих сволочей и что вместо циничного выполнения каких-то разрушающих вещей ради собственной выгоды, смотрения на массовые гибели людей, что это тоже допустимый метод, что стоит оставаться людьми с совестью, с моралью и противодействовать вот этим подонкам и циничным сволочам ради высшего блага, ради сохранения жизни многих людей, особенно достойных людей, которые не замешаны ни в каких коррупционных схемах, бандитизмах, на благо общества, на благо даже, может, человечества. Но, при этом, понимая, какими методиками и как действуют вот эти абсолютно циничные злые люди, которые, собственно, в вселенной Half-Life организовали резонансный каскад, а в реальной жизни они устраивают во многом революции, государственные перевороты, даже аварии, катастрофы, когда им это нужно. Разумеется, таким людям нужно продействовать и понимать, что именно спецслужбы сейчас находятся фактически у власти в большинстве стран, никаких демократий нет, а вот они являются больше властью. И того, что они во-первых очень ограничены в возможностях и с ними нужно что-то делать. Ребята, а уже зависит, будете ли вы что-то делать, как и как воздействовать, будет зависеть от каждого из вас. Мы же переходим к финальной теме по поводу того, могут ли быть спецслужбы всесильными и как они реально действуют в жизни. Через те же примеры, которые показаны на примере Джимона во вселенной Half-Life. Мы видим, что они не всесильные и на примере, допустим, несмотря на то, что многие сотрудники спецслужб, особенно в Российской Федерации, поскольку спецслужбы собственного власти находятся в этой стране, прямо открыто, президент и сотрудник спецслужб, то они пропагандируют свой взгляд, который отличается от реальности, это их искажение, о том, что любое волнение, любая революция или любой митинг на самом деле является организованным другими спецслужбами. У спецслужбы нету таких способностей, чтобы организовать какую-то целую революцию. А они действуют несколько иначе, если вы будете читать те же документы, опубликованные абсолютно публично, легально, по CoinTelPro программе, по деятельности КГБ, то вы узнаете, что их методики являются ложное информирование, плетение интриг, когда они пытаются дискредитировать тех или иных политических деятелей. Иногда они используют реальный компромат, это, конечно, желательнее, но бывает и выдуманный компромат, как на примере Тумаса Санкары, которого пытались замазать в том, что он коррупционер, хотя никаким он подобным не был, и он вел очень скромную жизнь, за что потом оплатился из-за предательства некоторых ребят, которые свергли его, а раньше считались соратниками. Спецслужбы не способны создать именно революционную ситуацию. Революционная ситуация возникает сама по себе в результате недовольства людей политикой властьимущих и в том числе работников спецслужб. Допустим, в Соединенных Штатах среди населения очень популярны социалистические идеи к Советскому Союзу в большинстве Соединенных Штатов Америки относятся гораздо теплее, чем это показано в кино и в официальной пропаганде. Американцы совсем по-другому воспринимают всю эту ситуацию. И поэтому им не нравится капиталистическое правительство Соединенных Штатов Америки. Они сносят памятники. Они хотят 8-часовой рабочий день, многие другие социальные блага, бесплатную медицину. В общем, многие социалистические достижения они хотят. А властьимущие и ЦРУ этого не хочет. И они противодействуют всеми способами, какими только возможно. Но вы видите, что это недовольство, его никто не создает. Оно само возникло, это общественное явление. Точно так же в Российской Федерации, например, многие недовольны политикой Путина и политикой, которую организовывают спецслужбы. Не нравится бандитизм, воровство, коррупция, отрицательное отношение к людям, где люди вообще ни за что не считаются, вот как некоторое быдло, которое можно нагнуть, сломать и сделать с ними все что угодно. Многим это не нравится. Вот именно такое отношение к людям. И это вызывает негатив и нарастание революционных ситуаций. Но в момент, когда возникают революционные ситуации, именно в этот момент включаются спецслужбы и они стараются возглавить любое событие, перенаправить его, сделать как-то по-другому. На примере с Джимоном мы видим, что он управляет Гордоном Фрименом и вербует Гордона Фримена именно по той причине, что Гордон Фримен может влиять на ситуацию, на развитие резонансного каскада и на повторение этой ситуации. И потом во второй части Джимон выпускает Фримена для того, чтобы тот устроил еще одну катастрофу, но уже на территории комбайнов, уже на постсоветском пространстве. То есть вначале Джимон устроил катастрофу в Соединенных Штатах Америки, вот чем-то дело, а теперь его используют для того, чтобы он организовал другую катастрофу, взрыв того самого телепортационного устройства у комбайнов, то есть повторно сделал катастрофу. Вот для этого и используется Фримен. Хотя самая мотивация Фримена совершенно иная. Он хочет снова-таки ликвидировать посредствия резонансного каскада и таким образом считает, что поможет людям, хотя те его действия абсолютно полностью просто циничные использования его со стороны Джимена. и мы видим на этом примере, что службы они не организовывают какое-то мероприятие. Допустим, революционные события, которые происходят, революционная ситуация, которая нарастает у комбайнов на территории постсоветского пространства, ее ЦРУ не подогревает. ЦРУ направляет Фримена, который эту революцию возглавляет и потом делает то, что нужно ЦРУ. То есть, само нарастание недовольства, сами вот эти процессы, они объективны, они не зависят от спецслужб. Они могут несколько спецслужб подливать массу влага в огонь, там, публикуя те или иные материалы, но эти все действия, они не такие сильные. Они могут всего лишь, ну, допустим, подбодрить и какого-то из политиков сделать более в фаворе, благодаря позитивному подкреплению позитивной какой-то информации, а другого политика дискредитировать. То есть, они могут влиять на то, кто будет главным, кто получит превосходство. Но они не способны полностью изменить ситуацию. Это крайне редкие ситуации. И если у нас политик абсолютно подонок коррумпированный и продажный, его никаким образом у спецслужб не получится отбелить, как бы они ни старались. У них ограниченные методики. И точно так же, если нарастает революционная ситуация, они могут на нее воздействовать, несколько уменьшая, но сама революционная ситуация будет продолжаться. Вот как в США с лета 2020 года начались митинги, в том числе с гибелью жителей, вооружением массовым населением, сносом памятников, спецслужбы ничего не могут. Они воздействовать на эту ситуацию, стараются как-то приуменьшить эту ситуацию, но конечно, они бы хотели чтобы этой ситуации вообще не возникало, но у них ничего не получается в этом плане. Поэтому они могут влиять на ситуацию, они могут несколько подогреть тот протест, который и так уже есть, и в основном они оседлывают протесты, то есть, когда протест уже пошел, когда пошла революционная ситуация, вот мы видим, как собственно Фримен второй раз уничтожает реактор, только уже на территории постсоветского пространства, телепортационную установку совершенно другую некоторую технологию, вот, как-то так, ну и собственно свое дело сделал, теперь вышел Джимен и сказать спасибо за то, что поработал, теперь мы воспользуемся и используем вас дальше в некотором другом месте, вот так вот, надеюсь я ответил на вопросы о том, кто такой на самом деле Джимен, что на самом деле он не является одним персонажем, а представляет целую категорию персонажей, которые выглядят абсолютно одинаково и именно поэтому создается иллюзия того, что Джимен находится везде одновременно из-за того, что Джимен ну то есть как бы вроде владеет какой-то информацией больше, создается впечатление о том, что он более всесилен, что он всемогущий, вездесущий, но на самом деле он представляет целую категорию персонажей, которые являются сотрудниками спецслужб. Ну и мы поговорили об их ценностях, о том, как они смотрят на эту ситуацию, что они спровоцировали, собственно, эту ситуацию. И мне интересно услышать вашу обратную связь и комментарии по этому поводу. А также написать предложение о том, чью психологию во вселенной Half-Life вы также хотите рассмотреть. На этом все. Ради высшего блага. Знайте в лицо своих врагов и старайтесь быть лучше, чем они в плане моральных ценностей, да и способностей. Продолжение следует...